всем привет компания запкия утро в сосновом бару сегодня февраль 19 год мишка мишка выгляни дай привет вон мишель наша пришла наша машинка тут евро 5 гранд старых с 14 года пробег там какой сколько 129 тысяч в общем сейчас будем гадать он полноприводный вот он кому не видно сейчас покажу все евро 5 проблему какого план заводить сейчас послушаем надеюсь вам слышно идет стук будем сейчас выяснять в чем дело на европятых есть такой прикол именно стучащих форсунок но здесь очень похоже на шатун поэтому путь какой снимаем четыре форсуночки ставим их на стенд проверяем снимем поддон и посмотрим если там стружка от этого будем опираться но технология поиска такая потому что отключение форсуночки по очереди не дало изменений стук остается либо две форсунки стучит либо все-таки это шатуны очень похоже кстати сейчас что шатунный стук поэтому будем с вами сейчас смотреть что же произошло с этим офигенным двигателем а в общем определились не будем трогать форсуночки вывесим и и снимем поддон сольем масло наличие стружки нам скажет нам станции таки когда прогазовали чутка не сильно не для одурения в общем слышно что характерный как будто поршень по голове дорби вот на хозяин машины но счастливый вы счастливы я понял в общем сейчас будем разбираться что с ней пока наш миша там поднимает гранд старикса вот вчера приехал гранд старикс привезли вы из смоленска но уже без двигателя там разобрали там хлам просто хотелось бы пробежаться сразу видно что разбирали дилетанты сейчас мы почему покажем потому что фары сняты понимаете панель передняя снимается без съема фар она прям в сборе достается если вы видите снятые фары то сразу понимаете что люди делали это первый раз в общем будем здесь ставить наш восстановленный двигатель у нас есть там перебранный ну тут в этом можно конечно снять в отдельности видео но не будем потому что займемся евро 5 это евро 4 они они миллион видео вот евро 5 чуть меньше будем смотреть с мишкой перегнали до мешать повыше решили а миша вот смотрите но полный привод в чем особенно здесь видите получается у нас идет привод привод вот балки редуктор стоит в общем на обычном старокси неполноприводным конечно поддон вылазит за пять минут на возьми фонарик пожалуйста здесь будет попробуем тоже снять визуально выглядит как будто он вылезет поддон единственное что вы здесь от есть смотрите видите рейка рулевая вот ее трубки очень близко подходит и плюс той стороны из-за патрубка и самой балки передней там ну сложно до двух болтиков добраться ну попробуем до снять пока наш мишка там занимается так давай посмотрим быстренько что же здесь добавили получается у нас редуктор вот она балка шрузы ну квадрамник это само собой вот он держит да кстати на полном приводе помню пробовали вакуумный насос менять для надо по идее вы либо вниз опускать подрамник вместе с движком потому что он не вылазит в отличие от евро четвертого это из опыта тоже здесь они получают коробку воткнули и вот она раздатка раздатка вот так вот выглядит типичная стандартная кто ездит на корейцах даже на саньянге такая же получается кардан поменяли другой ну редуктор на повину смотреть вроде нет в общем так сейчас сливаем масло и стель пока не сняли поддон твои прогнозы блестящие блестящих блеск ну че можно долезть там нет все там на карданчике да вот под тот я не знаю там можно подлить ладно чё оставляем потом расскажешь людям можно и нельзя там че как он достается это болтик нормально карданчиком да не карданчиком рожковым крючком эти два болтика круто ну чтобы не опускать рейку да с подрамником либо поднимать мотор либо снимать рейку короче клиент уже в печали сейчас я вам расскажу вердикт давай мишель покажем смотрите вот она стружка литяные бронзовые и его на не прям куски я вижу как рыба как рыбаки выуживаем остатки вкладыши серебрянки все говорю павирую когда приехал еще вот только сняли с эвакуатора показалось что может быть форс потому что шел дымок и такой стучок похоже ну когда уже заперли в цех завели он уже конкретно начал включать шатуном вот ну что будем снимать мотор щас вкратце расскажем как это делается потому что понятно белый герметик на заводе белый герметик не ставит сейчас расскажем опять покажем как снимается передняя панель что дабы помочь вам не снимать лишних запчастей в общем вернемся еще опустим все начинается родина получается нам надо снять бампер правильно вот здесь из двух вот они клипсы вот видите стоят бог саморезики у всех по-разному да потом что тут клипсы но это не по периметру идут потом мы снимаем включаем разъемы ptf вон они вот они ptf очки вот и сверху отсоединяем тоже там очень много таких но к не свете в камеру то не видно и вот здесь вот видите это бурдауна сюда это уже когда будем снимать телевизор отсоединяем трубки гур это не город масла как вот получается нам сейчас надо будет опустите вниз и сверху тоже снять клипсы да покажем где они стоят снимем бампер потом покажем как панель откручивается от двигателей научи нашего мишки расскажет только мишка что делаем данный момент мы откручиваем бублик гидротрансформатор он же гидротрансформатор да по научному правил сначала нужно открутить кожу вот такую защиту можно вот здесь вот находится на двух болтах да да на двух болтиках и под ней мы видим он видите беленький болтик с цифркой 10 10 это момент который насколько мог болт десяточка 10 момент или 10 это все таки но обычно вот я обратил внимание это указывается моменту здесь килограммов затягивать надо я понял но и я так понимаю про крибал то идет крепление коробки вот они у меня в руках вот и под этим кожахом болтики которые держатся у нас на шкиву коленвала стоит ключ и методом прокручивая добираемся до всех болтов правильных шесть штук сейчас откручиваем для чего для того чтобы двигатель достать даться не продолжаем снимать с вами наш двигатель евро 5 полноприводную так ничего расскажи данный момент открутили колокол коробки от двигателя он ведь видите болты в принципе от обычного grand star ex заднеприводного не особо и вообще в принципе ко всему но мы справились с этой задачей вот здесь мы отсоединили шланг охлаждения на контур задней печки да и в принципе на контур верхней передней печки вот здесь мы хотели приемную трубу видно ее вот и там даже болты как бы на него на сбоку я понял коробка да да сейчас что опускаем вниз и будем на бампер да так ну давай снимем бампер потом покажем людям там что телевизором так это бампер мы скинули тут он держится на клипсах как я уже говорил ну вот отверстие понятно не будем сейчас мы снимаем телевизор для этого что нам нужно в первую очередь нужно откачать фреон когда снимаешь ролики короче мишка наш все уже рассказал здесь но я забыл нажать play короче он все рассказал и сейчас мы так на таком легком смешке продолжим это заново в общем бампер он снял я начну за него она держится клипсы которые держат бампер верхние но их тут много как бы в дальнейшем что мы делаем откачиваем фреон из кондиционера чтобы отсоединить две вот эти трубочки это трубочки на радиатор кондиционера который остается на телевизоре после этого мы отсоединяем ну мы уже отсоединили тросик это важно открытие капота многие рвут там есть специальный крепеж кстати и иначе потом он не открывается потому что нет упора для тросика вот потом мы отсоединяем патрубки радиатора верхней и нижней на нижней не видно под генератором не видно вот дальше мы откручиваем усилитель бампера ну вот у него символ таком для восьмерочек вот дальше мы отсоединяем разъем основной на весь телевизор то есть принципе ничего сложного и откручиваем массу вот после этого мы откручиваем болты на крыльях вот они которые при этот крыльях телевизору ну и вот сверху болты и докручиваем заливную горловину обывателя лобового стекла и два последних болтика восьмерочки которые уже на которых остается в общем сейчас ты это все сделаешь когда будем снимать крикнишь запишем как она в сборе там сойдет с лица земли два профессионала по съемке бан вот так это выглядит ребят поэтому не делайте лишних телодвижений снимайте правильно вот теперь нам открылся в доступе наш красавец моторчик все решено за меня давай все это сделаем жаба снимается просто снимается вот они поводки стеклоочистителя вот здесь вот под заглушками гайками потом это вверх да и все они снимается там тоже останется железная часть на ней два болта там и механизм такой очиститель все снимаем будем выдергивать мишель были какие-нибудь нюансы в принципе все как обычный европятый заднеприводный ну кроме того что я уже говорю что поддам болтам доступ намного хуже для съема двигателя отличия не особо много здесь отсоединяем патрубок на охлаждение теплообменника эгера трубки топливные откручиваем болты крепления подушек естественно проводку все разобрали показывали но все понятно что у нас сейчас какой этап мы понятно машинку выкатим на улицу а двигатель приступим к разборке кантователь двигателя называется вертолет ладно все в принципе что встретимся с вами уже когда когда будет ясно что случилось мы сейчас этап какой сверху вниз скрываем голову вскрываем постели смотрим что там потом переворачиваем снимаем цепи добираемся до втулок баланс валов добираемся до коленвала в принципе это все выполним когда будет вердикт уже все покажем все задиры расскажем тут тут уже когда вы двигатель достали ничего сложного нету крути запоминать что откручиваешь и складывай в одно место да ладно все встречаемся уже с вами на конкретных задирах или прокрутках наш вердикт пока это шатун посмотрим на чем мишка прошло насколько но наверно часов 7 до но даст перекурами обедом ребят добрались добрались и обнаружили то это штуны корни нормальные а этот вообще прокрутила просто остался на колени из такого что посмотрели баланс валы втулочки самая вот проблематичная зона рабочая покажи ты такого там смертельного ничего нету камеры сфокусируется блин не может внутренние тоже да ну да но чуть-чуть есть там ничего такого баланс валы не цепляются прокручивается хорошо свободно да интересно что до нас в этот двигатель лазили видом сейчас будет нас смотреть перепутали бугеля на постели на впуск и выпуск но это не мы уже просто сняли когда выяснили из проблемного что было проблемно было доставить форсунку второго цилиндра она закисла ну выдернули она визуально жива будем ставить их на стенд все равно проверять пока что получается пока нам нужны шатуны нужны к колено нужны фантики но она подбирается по колену по-новому цепь герея масляный насос вакуумный насос турбина жива ну вымут из этого всего собирать сейчас узнаем цену вообще головой примерно и так продолжаем сборку не начали сборку нашего европятого двигателя который мы вчера разбирали как мы и говорили мы поменяли коленвал поменяли вкладыши поменяли шатуны старые шатуны вот они мы их выбросили показывали видно что они с очень большим взносом и провернула вкладыш на одном но рисковать не стали поменяли все 4 вот сейчас мы будем устанавливать бугеля коренных подшипников устанавливать бугеля шатунов и прикручивать их моментом многие спрашивают какой момент в принципе мы можем показать рассказать коренные подшипники крутятся в два этапа 60 132 хотя для по новым распечаткам там сразу дают один этап 132 ньютон метра 12 килограмм шатунные крутятся в четыре этапа но там мы чуть попозже поподробнее расскажем когда будем их прикручивать и так коренные подшипники мы затянули два этапа как я и говорил 60 132 ньютон метра входит свободно вот шатунные коренные шатунные подшипники затягиваются в четыре этапа тут есть важный нюанс сначала мы их затягиваем 59 ньютон метров вторым этапом мы их ослабляем все потом мы их затягиваем 36 ньютон метров и доворачиваем в четвертый этап на 60 64 градусов вот это важный момент иначе можно их не дотянуть что мы сейчас и сделаем и так вниз мы полностью собрали поставили плиту поддон нижние крышки комплект нижнего цепей нижний грм нижний вечер поставили новую помпу потому что старое дело также мы поменяли термостат на всякий случай вот так же мы установили новую голову головку потому что на старой были трещины в районе свечей накала вот новая головка новая прокладка и обязательно нужно установить новые болты гбц по моментам по старым документам у нас было 4 момента затяжки четыре этапа это 25 ньютонов 49 и доворот на 120 и 90 градусов в новой распечатки как мы уже видим идут три этапа 49 120 90 видимо уже решили упустить этот маленький момент вроде как он ничего не решает ну мы по старинке закручиваем по старым данным дальше после того как мы протянем голову установка постели в распредвалов гидроконденсаторов рокеров собираем упаковываем голову и после чего будем устанавливать верхний комплект цепей и крышки требуемым моментом после того как вы все это затягиваете нужно обязательно поставить тип и провернуть коленвал то есть про про проверить как он крутится нигде ли он не закусывает свободно ли он ходит у нас как вы видите все свободно вот теперь мы сейчас поставим заднюю крышку с сальником поставим нижнюю плясу с маслонасосом все это будет новое и полностью заберем здесь не с грм этого видео у нас как бы вполне достаточно можно посмотреть наших других роликах мы это показывать не будем с вами уже встретимся когда будем прикручивать голову я вам и моменты будем таким моментом прикручивается гбц запе выхватил своего корешка мишку мы уже собрали гранд старых тут был выходной мишка без меня снимал до по мере вам рассказал чуть-чуть в общем мы собрали этот грант сейчас покажу вам как работает как что мишка как дела нормально суббота прошло три дня собираем двигатель установили все работает как слышите тихо не стучит у человека сейчас после замены будет обкаточный период где тысячи полторы что хотелось бы сказать кто работает именно с гранд старых сами знают часто повторяем людям что всегда меряйте давление масса есть одна особенность она связана с изменением масляного насоса для самого блока они немножко поменяли голову в принципе cb-шный мотор база одна чуть изменились требования видимо к двигателю о чем на евро пятых нормальное давление это 16 18 даже на 15 машинки бегают ездит в отличие как для в то время как на евро четвертых на давление 1 и 7 уже вкладышей нету мы собрали машинку нагрели у нас 18 это вообще великолепно поэтому сегодня постараемся клиенту вернуть его машину отправить ее кататься народ подписывайтесь на наш канал оставляйте комменты мы готовы ответить на ваши вопросы мишка может вам лично приехать ладно всем хорошего дня пока